еще голосом. Представлюсь, меня зовут Чернов Тимур Александрович, я являюсь, я выпускником биофак МГУ, научным сотрудником лаборатории нейробиологических и молекулярно-биологических проблем биоскрининга МФТИ и заведующим кафедрой биологии 57-й школы. И сегодня мы с вами поговорим, а частично несколько пофантазируем о том, могла ли быть у казни египетских настоящая, как бы сказать, задокументирована причинность и какие есть теории, объясняющие это, и насколько происходящие события затронули в принципе движение истории на всей нашей планете. Итак, для начала давайте с вами вспомним, что же это были за такие казни, потому что даже уже на этом моменте возникают некоторые вопросы. вот, и если мы берем исходный текст, то в порядке их наслания на египтян, это превращение всей воды в кровь, выход некоторых амфибий из воды, про это тоже поговорим, потому что скорее всего язык на тот момент не отличал жаб от лягушек, но нам в принципе это и не важно. А вот далее некоторые кровососущие насекомые, которые разные интерпретации воспринимают по-разному, но исходно слово киним, насколько я понимаю, обозначает в шеи. Самая интересная, интригующая казнь номер 4, потому что я лично слабо понимаю, что это значит. Обозначается это словом аров, вот, мазэ аров, а не ламэвин, вот, да, есть различные варианты того, что же на самом деле это было. И если мы берем ивритские корни, да, то аналогичный корень обозначает смешение. Что за смешение, которое будет на вас, на рабах ваших и на скоте вашим, тяжело понять. Возможно, это заимствование из коптского, ну, египетского языка, где есть созвучные звуки, которые обозначают укусы. И здесь уже несколько понять не становится, то есть, грубо говоря, весь ваш народ египетский будет укусан, и дальше уже есть возможные интерпретации причин этих укусов. Значит, интерпретируется это как нашествие диких зверей или других кровососущих насекомых. Если мы берем христианскую традицию, то там появляются непонятно откуда пёси и мухи, которые тоже непонятно, то ли мухи и псы, то ли пёси и мухи. Но в любом случае любая из этих интерпретаций также вкладывается в причинность, про которую я буду дальше рассказывать. Падеж египетского скота, гнойные язвы, нарывы на теле, град. Кстати, при подготовке к этой лекции я наконец-то выяснил, откуда корни у известного израильского напитка барад, который лёд, перемешанный с соком, исходный корень обозначает град. А вот такое маленькое лингвистическое открытие. Значит, нашествие полчащей саранчи, который омрачал небо, тьма египетская. И самое интересное для интерпретации – это поражение первенцев. Если всё остальное можно на уровне абстрактным объяснить теми или иными климатическими событиями и изменениями, то каким образом убивать египетских первенцев и среди населения, и среди рабов, и среди скотов, я вам сегодня дам рецептик. Значит, когда это происходило, нам необходимо каким-то образом привязаться к, в принципе, линии истории и непосредственно исчисление, да, кто там, кого родил в Писании и упоминание об изгнании народов, да, из Египта, говорят нам о том, что это событие непосредственно казни и последующего исхода из Египта – это XIII век до нашей эры. Эту циферку мы с вами запомним, она нам понадобится в конце нашего мероприятия. Итак, на данный момент подавляющее большинство исследователей склоняются к так называемой вулканической теории. И действительно, извержения крупного вулкана, которые происходили до и происходили после, они вызывают ряд похожих событий, связанных с тем, что в высокие слои атмосферы попадает огромное количество оксидов серы, так называемого сернистого ангидрита, огромное количество мелкогисперстного пепла. И, возможно, вы слышали про понятие ядерной зимы, которая в таких локальных сельском формате может нам быть явлена при извержении крупного вулкана. Эти события из-за того, что у нас вещество попадает очень высоко в атмосферу, может затрагивать достаточно крупные территории. Не всегда это вся планета. Но, например, несколько лет назад в Москве отменяли вылет самолетов, потому что что-то извергалось в Турции. Можно себе представить, где Москва, где Турция. Тем не менее, есть у подобных событий возможность дотянуться и так далеко тоже. Итак, значит, да, стоит сразу оговориться, что в той последовательности, в которой это приводится в описании, нет пока что ни одной интерпретации, которая могла бы запустить все эти процессы в непосредственной представленной последовательности. Вот. Поэтому нам придется с вами некоторые вещи поменять местами. И если мы, значит, проанализируем аналогичные события того, что происходит сейчас при подобных извержениях вулканов и, в принципе, ряда других событий, то сможем с вами узнать, что есть такое понятие, как красный прилив. Кто из вас слышал про это, поднимите, пожалуйста, руки. Понятно. Спасибо. Расскажу поподробнее. Значит, есть ряд микроводорослей, которые способны интенсивнейшим образом размножаться. Спасибо. А вот. Это вкусно подняет. Да. Нет, нет, просто когда мы договаривались про лекцию, я говорю, что я вот хочу прямо в ПЭСах про это рассказывать под хруст мацы, на что Валерия мне сказал, что мы хруст мацы вам обеспечим вне графика. Извините, пожалуйста. Вот. И мы называем это цветением водоемов. Вызывается цветение водоемов так называемой F-трофикацией воды. Что это такое? Трофос – это пища, F – настоящая или, в общем, много. Если в воду попадает большое количество биогенных элементов, это может вызывать спонтанное размножение различного рода микроорганизмов. И в морских экосистемах чаще всего это происходит благодаря редким случаям подъема глубоководной придонной воды на поверхность. В ситуации седиментации, то есть осаждения трупов животных, еще каких-то частиц и последующего разложения на дне, на дне образуется прослойка воды, в которой большое количество продуктов этого разложения, то есть биогенных элементов. Если мы это все дело поднимем и покажем солнышко, то на этой почве начинают интенсивно развиваться различного рода водоросли. И вода может позеленеть, в этом случае катастрофа будет не настолько ужасной, а может покраснеть. По причине того, что у нас есть ряд водорослей, относящихся к разной группе динфлагеляты, диатомовые водоросли, бактерии, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют токсины губительные для различного рода живых организмов. И параллельно с этим настолько интенсивное размножение водорослей снижает содержание кислорода в воде. Казалось бы, водоросли, фотосинтезирующие организмы должны, наоборот, насыщать воду кислородом, но это происходит только в ситуации, когда у нас светит солнышко, и эти организмы фотосинтезируют. Ночью уже, когда солнца нет, эти организмы, как мы с вами, вынуждены получать как-то энергию, они дышат кислородом, сжигая органику, и выделяют огромное количество углекислого газа, что приводит к ряду печальных последствий. И здесь представлены представители основных вот этих вот трех групп. Дина Флагелят, Александриум, который устроил у нас на Дальнем Востоке несколько лет назад, если вы помните, об этом писали в прессе, большое количество животных на глубине до 9 метров вымерло, все это выбросили на берег, там искали заботы, которые, возможно, что-то сбросили. Вот, но выяснилось то, что это спонтанное размножение микроводорослей. Вот, диатомовые водоросли также представлены, которые тоже имеют красный цвет и способны к выделению подобных токсинов. Но больше всего нас интересует, вот здесь, как обычно, обрезано, водоросль, осциллятория. Почему она нам интересна? Потому что она способна вызывать то же самое в пресноводных источниках. Остальные организмы, они морские. И в ситуации большого количества пепла в атмосфере это дело начинает осаждаться. Пепел состоит часто, включает в себе большое количество биогенных элементов, и попадая в воду речную или морскую, это может спровоцировать интенсивное размножение подобных микроорганизмов. Вот вам несколько картинок, которые вам, я подозреваю, не видно. Вот, поверьте мне, здесь красная вода. Вот, значит, слева как раз цианобактерия осциллятория рубенцис, которая делает на воду красную. Это морское побережье. Также показывается, да, из-за эвтрификации вод побережья, вода краснеет, дальше этот процесс не заходит. И то, и то приводит к массовому мору рыбы и прочему прочему. Далее. Значит, история сграда. Что... Да. Один вопрос. Значит, а здесь же идет о морских водах, да? Нет, еще разочек. Смотрите, это может происходить и в морской воде, и в пресноводной. И вот Александриум и Псевдонидше – это морские товарищи. Почему я сказал, обратим внимание на исцилляторию? Потому что вот эта штука, она пресноводная, да? И опять-таки, следующая картинка. Вот это вот пресноводное озеро, вот это вот морской залив. Вот, это может происходить и там, и там, но благодаря разным микроорганизмам. Очень хороший вопрос, значит, который потребует... Вы здесь никуда не торопитесь. Значит, по школьной программе, да, у нас есть четыре группы водорослей. Это сине-зеленые, красные, бурые и зеленые. И это практически никогда не связано с их цветом. Вот, это говорит про строение их фотосинтетического пигмента. Вот, красные водоросли могут быть зеленого цвета. Например, есть водоросль бетрохоспермом, классический пример из биологии. Это красные водоросли зеленого цвета. Если вы когда-нибудь ходили по лесу, возможно, вы видели красную пыль на коре. Вот, это тоже водоросли, сухопутные водоросли. Первое, что нас должно заинтересовать. И это зеленые водоросли красного цвета. Вот, значит, поэтому это очень путающая всех классификация. Вот, и в данной ситуации, да, здесь единственное, что проходит в школьной программе, это цианобактерии сине-зеленые водоросли. Вот эти товарищи вообще не относятся ни к одной из групп, которые разбираются в школьном курсе. Вообще нет, потому что, мне кажется, ни на что я не ответил, кроме того, что нам не хватит времени для того, чтобы углубиться в строение фотосинтетического аппарата различных групп водорослей. Значит, далее, одна из казней – это град, который вообще кажется совершенно выпадающим из контекста, потому что это пустынный климат. Ладно, там, ну, вода покраснела, но можно себе представить, но град, каким образом град может образоваться в пустынных условиях. Тем не менее, здесь также мы можем воспользоваться различными современными данными и экспериментами ученых. Есть такое понятие, как засев облаков. Что это значит? Если мы хотим на какой-то территории, на которой не было дождя, дождь пролить, или пролить его так, чтобы мокрые влажные воздушные массы не, значит, продвинулись дальше, мы в облачность, да, содержащую воду, высыпаем микрочастицы, любые абсолютно, чаще всего пользуются обычной поваренной солью или там мелкой стеклянной крошкой. Данные, значит, частицы образуют центр кристаллизации, коагуляции, и у нас пар превращается в капельки и проливается на землю. Это можно делать, распыляя различные вещества или разбрасывая, собственно, их с самолетов. Можно выстреливать в облака из пушки, да, они там взрываются, как фейерверки. И, например, в Тульской области, откуда я родом, на протяжении многих десятилетий все знают, что в районе 7-9 мая обязательно пойдет дождь. Почему? Москва разгоняет облака, совершенно верно, подобным способом. Под это дело дачники уже подкрутили свой сельскохозяйственный цикл, да, потому что в дождь ты картошку не посадишь, а если чуть раньше, то ее заодно и польет, благодаря, значит, московским событиям. И аналогичные процессы могут вызывать частицы пепла в атмосфере. И у нас есть некоторые зафиксированные, как бы сказать, моделирования подобных процессов. Например, в 21-м году была интересная история в Арабских Эмиратах, где несколько, скажем так, схожий климат. И они разрабатывали аналогичный процесс, но только вместо самолетов. Они перешли на технологию дронов, которые делают то же самое, это значительно дешевле, и получили в Арабских Эмиратах, на секундочку, ливень, потоп, смывы. Несколько переборщив с необходимым количеством реагентов. Но, опять-таки, ни снега, ни града мы не наблюдали. И воспользуемся еще одной историей про 2009 год в Китае, который также хотел, значит, несколько увеличить количество осадков. И благодаря йодистому серебру, которым выстреливали его блока, получил адский страшный снегопад. Все завалил, дома поломало, дороги, значит, длительное время были не расчищены. И аналогичные процессы могут быть вызваны накоплением частиц в верхних слоях атмосферы. Так, далее возвращаемся к исходному процессу, который может воспроизводиться цветением воды. И это также мы можем наблюдать в ряде регионов. Например, благодаря попаданию. Вот очень часто, благодаря антропогенной деятельности, цветение воды вызывается смывом удобрений с полей. То есть мы хотим, чтобы у нас там картошка, кукуруза, неважно, что-то росло. Не подготовившись к этому процессу, не просчитав, вносим удобрения. Особенно это любят в России, например. У меня отец бывший летчик гражданской авиации, который занимался, значит, распылением с Ан-2 кукурузника, удобрений на поля. Вот, и много лет он летал, и всегда там мячная селинтра была 50 килограммов на гектар. Вот, неважно, Смоленская это область, Московская, там, я не знаю, Якутия. Вот, и однажды его пригласили в командировку в дружественную часть Германии. И он получает, значит, расписание на вылет. И там написано, значит, вот этот вот кусочек 47 килограммов на гектар. Вот этот вот кусочек 52 килограмма на гектар. Вот этот вот кусочек 20 килограммов на гектар. Почему это происходит? Потому что щепетильные немцы считали количество исходных элементов в почве, по потребностям растений высчитывали, сколько нужно добавить, для того, чтобы это не положить меньше, не получив прибавку, и не получить больше, потому что растение это не возьмет, и это куда-то уйдет, ну или просто потеряешь деньги. Вот, не знаю, как сейчас, но в Советском Союзе, например, на это не смотрели. Есть разнарядка, сколько должно быть произведено и израсходовано. И вот эти вот лишние, неиспользуемые, невзятые растениям удобрения попадают в грунтовые воды, листочные воды, и это как раз вызывает также цветение воды. Как уже было сказано, размножение микроорганизмов приводит к снижению количества кислорода, накопления токсинов, и мы видим ряд процессов. Это замор рыбы, это отравление животных, которые эту воду пьют по причине того, что микроорганизмы эти содержат токсины, и также это может вызывать побег амфибий из воды, в котором в воде нечем дышать. Жабы-легушки пытаются высунуться из воды, в которой абсолютно нет кислорода, и подышать несколько на воздухе. Это всегда оканчивается плачевно, и как непосредственно сказано, когда казнь с жабами была отменена, собрали их многими грудами и высмертела земля. Этот факт нам также очень понадобится. Далее, как мы будем казнить? Саранча. Передвижение саранчи самое, наверное, неудивительное из того, что представлено в казнях египетских, потому что мы наблюдаем это практически каждый год в новостях, кто там, кто здесь. И юг наш, и до Москвы иногда долетает. Да, значит, новости про полчища саранчи, которая затмевает небо и перемещается с места на место. Значит, как и любые миграции живых организмов. Берем мы саранчу копытных или знаменитых леммингов, которые в ситуации массового размножения собираются в груды и бегут, куда глаза глядят. Происходит это по какой причине? Зачем вообще животное мигрировать? За едой есть нечем, совершенно верно. Бывают организмы с сезонными миграциями, которые на протяжении уже длительного цикла адаптированы, что в это время года мы едим здесь, еда кончается, мы перекочевываем, едим здесь. А бывают ситуации миграции, вызванные какими-то выбивающимися из ряда событиями. Например, ситуация, если саранчи большое количество, которое всегда присутствует в популяции, а еда у нее кончается, она сбивается в большие кучи и начинает пытаться эту еду найти. А мы с вами помним, что у нас посевы побило градом, забросало все пеплом, и подобная ситуация вполне себе и на данный момент также способна привести к миграциям подобных животных. Чаще всего, конечно же, это связывается с засухой, то есть у вас еще и посевы посохли, и саранча прилетела. В общем, как говорится, счастье было бы неполным. Вот. Дальше. Неизвестная нам четвертая казнь, которая, по всей видимости, связана с какими-то укусами. И дальше мы с вами должны держать в голове, что у нас уйдут язвы и нарыбы. Значит, давайте с вами рассмотрим ситуацию того, что у нас произошло уже на данный момент благодаря всем этим действиям. Значит, у нас побились посевы градом. То, что не побилось, там поздние культуры приводятся, которые не побились, их доел саранча. Вам нечего есть. Параллельно с этим у вас мрет скот. А тот скот, который не умер, вы, скорее всего, начнете есть по причине того, что у вас есть больше нечего. И в этой ситуации необходимо рассмотреть широкий спектр насекомых, которые тем или иным способом на скоте паразитируют. Их всегда в популяции большое количество. А в ситуации, если вы из этой пищевой цепи вынимаете крупный рогатый скот, большой пул насекомых у вас остается, которым не на ком паразитировать, которым нечем питаться, некуда откладывать яйца. И хочу вам показать ряд оводов, которые встречаются и у нас в стране, и на Востоке, с некоторыми интересными циклами развития. Самый простой из этого так называемый подкожный овод. Он не кусает. У него вообще, в принципе, во взрослой стадии оводов часто нет, в принципе, даже ротового аппарата. Они откладывают свои яйца под кожу животным, крупному рогатому скоту. Там развивается личинка, которая питается плотью, тканями, вызывая гнойные нарывы, поражения. И после того, как она наелась, отрастила себе тело, она вылазит наружу, падает в почву, и там развивается через куколку снова взрослая особь. Но это не самое интересное. Есть еще такой лошадиный желудочный овод, у которого более интересный жизненный цикл. Взрослая особь откладывает под кожу личинку. Личинка, прогрызая животного насквозь, попадает к нему в желудок, и личиночная стадия происходит развитие в желудке. После этого в том же самом желудке личинка окукливается, и естественным образом с фекальными массами выпадает в окружающую среду, в почве завершает цикл развития, вылетает новая насекомая. И любимая моя товарища – это носоглоточная муха. Носоглоточная муха проявляет чудеса эволюции. Это живородящее животное, которое не откладывает яйца, она выстреливает в животного уже развившимися личинками. Ее цель – это попасть в ноздри или в глаза. Она на большой скорости подлетает к животному, резко меняет направление полета, и по инерции из нее вылетает личинка, а такое животное. Понятно, что не всегда она попадает. Зачем нужна непосредственно личинка? Из наших слизистых постоянно идет ток жидкости, и если ты в нос отложишь яйцо, оно естественным образом, грубо говоря, вместе с соплями может вывалиться. Личинка же сразу начинает активно взаимодействовать с овцой, прогрызает ее через глаз или слизистую носа и идет прямиком в мозг. В волобных долях она питается, развивается, и в ситуации, когда она становится уже взрослой, она выходит обратно и выпадает наружу, превращается в куку. Так вот, значит, что происходит дальше? Мы потеряли огромное количество скота, а все эти насекомые остались. И они полны намерений реализовать свою репродуктивную программу. И в случае отсутствия чума, массовый забой скота или еще что-то в этом духе, также есть зафиксированные случаи, что эти насекомые переключаются на нетипичные для них виды, в том числе и человека. И далее наступают проблемы для животного. Это тоже не совсем эффективный метод выживания, потому что в ситуации, если вы миллион лет откладывали яйца в овцу, у вас все циклы, грубо говоря, у личинки есть карта овцы, она знает, где-то в мозг или в желудок ей надо, или еще что-то в этом духе. А есть такое понятие ложного или ошибочного паразитизма, когда паразит поражает животное, не характерное для него. И в этой ситуации в подавляющем большинстве случаев у нас начинают происходить проблемы, потому что личинка ошибается, идет не туда, или она теряет ход и не может, грубо говоря, выйти из организма. Она может внутри организма умереть, что также не принесет пользу организму хозяину, потому что это вызывает абсцесс и загноение. И, значит, даже у нас есть в средней полосе мухи, которые могут откладывать личинок в раны, но не прямой через кожу, а в ранении на коже. И, соответственно, личинки эти питаются плотью, тканями, вызывают нарывы и нагноиды. Картинки эти я не стал вставлять в презентацию. Но если вам интересно, вы можете ввести в поисковике слово «миазы» и про них как почитать, так и посмотреть на картинки того, что могут сделать подобные нецелевые для нас насекомые в ситуации, если мы тем или иным способом экстренно лишим их основной кормовой базы. Значит, вполне себе. Но мы здесь, к сожалению, для интерпретации не имеем достаточных данных. Вообще я встречал списки названий животных, указанных в Торе и растений, и мы на данный момент вообще не знаем, что это. Мы традиционно продолжаем их воспроизводить, но, к сожалению, у нас в свитке не вкладывали гербарий. Очень неплохо. Лично для меня. Поэтому здесь, к сожалению и к счастью, есть широкий спектр возможных интерпретаций, потому что никто не взял с собой давленную мокку. В этом случае нам было бы, конечно же, значительно более удобнее сейчас с вами про это дело обсуждать. Далее. Тьма египетская, которая перечислена где-то в конце всего этого списка. Здесь есть две возможные интерпретации, но одна из них мне нравится значительно больше, чем вторая. Расскажу. Значит, чаще всего упоминается про то, что это может быть объяснимо пыльной бурей, которая могла быть спровоцирована тем, что... Ну, вообще это характерное явление для данного региона, но параллельно с этим, когда по тем или иным причинам у нас теряются посевы, а саранчана умеет прям до корни все сгрызать, нет растений, которые держат почву, и вероятность... вероятность, значит, того, что ветер поднимет эти пыльные бури и куда-нибудь нанесет значительно выше. Но стоит понимать, что это все-таки Египет, где пыльные бури и так, значит, случаются, и по моему личному мнению, человек, который однажды попал в пыльную бурю в Бершеве, вот никто этого не пугается. Запираются по домам, смотрят прогноз, когда все кончится, выходит, разметают этот песочек и идут дальше по делам. Если это попало в описание, если это вызывало ужас, то это должно быть совершенно что-то из ряда вон выходящее. И, по всей видимости, это как раз вот эти вот последствия ядерной зимы, которые провоцируют вулканы. Выброс пепла на территории из зафиксированных случаев до 600 километров от этого места приводят к полному исчезанию Солнца на небе. Мы с вами в конце нашего мероприятия почитаем воспоминания, скажем так, об аналогичных событиях. Далее. Какие еще процессы нам важно здесь знать? Сернистый ангидрид, который является одним из основных продуктов выброса вулканов, является газом с так называемым антипарниковым эффектом. И в 1922 году исследователи даже предложили, просчитали технологию, каким образом мы можем нивелировать глобальное потепление, про которое все, наверное, слышали. Если распылим верхние слои атмосферы, выше облаков, кажется, 100 тысяч тонн сернистого ангидридов. А вот даже предложили технологию, каким образом это можно было сделать, просчитали стоимость. Но, так или иначе, при извержениях вулканов подобные процессы проходят абсолютно естественным образом. Сернистый ангидрид связывается с водой и образует очень устойчивые аэрозоли, которые начинают частично отражать солнечные лучи, что меняет так называемые альбедо планеты или регионы. Альбедо – это разница между полученными солнечными лучами и отраженными. И может приводить к существенному снижению температуры, увлажнению климата, ну, в общем, образовывать анти, скажем так, парниковый эффект. И, возможно, вы помните одну секундочку из истории «Год без лета», про который мы поговорим, где в Европе летом выпадал снег. И нам очень важно это событие будет в следующей ситуации. Вот, смотрите, я очень боюсь. Но, значит, отвлекаясь от казни египетских, сами исследователи в статье пишут, что давайте, вот мы посчитали вам, но давайте мы пока что будем пользоваться более консервативными методами, потому что мало ли что выйдет. Теоретически, по, опять-таки, расчетам, у нас распыление реагента происходит выше высоты, выше уровня образования облаков, и поэтому оседания происходить, конечно, будет, но незначительным количеством. Вот, я очень боюсь. Те, кто публиковали статью, тоже боятся, но не очень, потому что они предлагают рассматривать подобный метод. Да, я данные-данные привожу только для того, что у нас есть строгие расчеты исследователей, которые говорят о том, что данный газ может существенно снижать температуру на планете. Значит, время, какое время? От СО2 тяжелее воздуха, но мы же с вами в приземных слоях не видим сосредоточения серьезного углекислого газа. Чем? А, то есть постоянно растения его сорбируют, а когда гниют, почему, а как он обратно вверх попадает? Нет, значит, в данной ситуации, ввиду того, что у нас есть различные течения, потоки воздушные, циклоны, антициклоны, это все достаточно интенсивно перемалывается, перемешивается в атмосфере, конвекционные ячейки, этот, господи, западный сдвиг атмосферы. В общем, опять-таки, да, возможно, когда-нибудь мы сделаем с вами лекцию по заявкам радиослушателей, где подробно рассмотрим классификацию водорослей современную, передвижение воздушных масс, вот, но еще раз говорю, демонстрирую это исключительно для того, чтобы показать, что существуют расчеты, которые говорят о том, что существенное количество сернистого ангидрида, они могут достаточно эффективно снизить температуру на планете. И мы подходим с вами к самому интересному, да, давайте убивать первенцев. Вот, таким образом, в принципе, это возможно. Ладно бы, да, это была какая-то катастрофа, которая маленьких детей поразила. Так достаточно часто бывает, есть различные заболевания, характерные только для детей. Ой, например, хорошая история, детская острица. Слышали про бич, бич детских садов. А вот, а почему она у взрослых не встречается? Обратное заглатывание, да, совершенно верно. Но, я не знаю, вот как педиатры смотрят на этот процесс, но обычно родители, особенно еврейские родители, любят своего ребенка, прямо вот облизывают его со всех сторон. Но очень редко бывают ситуации, когда детская острица проявляется у родителей зараженного ребенка. Здесь есть тоже одна интересная, интересная, не связанная совершенно никак с казнями. Детская острица не переносит острого алкоголя. Шах и мат, да, любители здорового образа жизни. Поэтому вот стритейджеры, веганы, моносыроеды, вот это основная мишень во взрослом возрасте детской острицы. Вот. Ну и как в анекдоте, я же тебе говорил, наш мальчик на свадьбе 50 грамм коньячка никогда не помешает. Это уже, значит, из этой же серии. Вот, есть у нас газоболевания с этим связаны. Также, при различных катастрофах, голоде и всем остальном, и у животных, и у людей, чаще всего страдают дети, потому что они имеют большую подверженность, да, меньшую сопротивляемость. Но каким образом можно от мала до велика, как написано, исключить именно первенцев? И, значит, здесь нужно несколько издалека начать. Опять-таки, вспомнив предыдущий слайд про изменение климата, все вот это вот, градо-снегопад и все остальное. Вот, подобные истории, ну, во-первых, они снижают количество пищевого ресурса, во-вторых, они благодаря влажности повышают вероятность заражения злаков, так называемой с пареньей. Это паразитарный гриб злаковых, который содержит так называемый лизергин, из которого впоследствии наш мир научился сделать лизергиновую кислоту или ЛСД. И в небольших дозах это вызывает, это вещество вызывает галлюцинации, а в дозах чуть-чуть побольше она вызывает летальный исход. И здесь стоит обратиться к непосредственно учебникам по египтологии и ряду других на самом деле традиционных культур, в которых в ситуации каких-либо там событий, снижающих количество пищевого ресурса, к первенцам было особое отношение. Им давали двойную порцию еды. И таким образом первенцы получали двойную порцию яда с учетом того, что данное зерно было заражено. Это на данный момент единственная возможная интерпретация того, каким образом этого можно было добиться. А первенцы, которые только разделились на грудные фронты? Вот это хороший вопрос, но значит не знаю, что там было с ними, но совершенно точно, даже если как бы у тебя уже есть своя семья, но ты еще принадлежишь вообще не первенец, взрослый ты. Вообще, мне кажется, в этой ситуации всем грудным детям было как-то не то, чтобы хорошо. гриб этот, у гриба этого достаточно сложный жизненный цикл, но это не то, что это не микоз, который нас поражает, как там аспергиллез или еще что-то в этом духе, он паразитирует на растениях. Я думаю, мы можем дышать его спорами, но это нужно уточнить, этот момент. Главное, не есть вот эти плодовые тела гриба, которые содержат токсины. В ситуации грудных младенцев, я думаю, всем там очень интересно. И животных тоже кормили вот скота, перворожденные, значит, вообще, как бы, если читать писание, то перворождение вообще очень-очень это не важно. рассказывает, как это было. У египтян кошка знаком и кошка не ест. Кошка не ест. Он как-то поразит. Я, что-то и читаю еще разочек, но я не встречал там кошечек, я встречал там скот и вас, у рабов и у скота. Вот, про кошечек ничего нет, про собачек ничего нет. Это очень сильно бросает тень на вот этих песих. Когда умер весь скот, начинает грызть. Поэтому надо. Как священная корова. Вот, ничего про кошек не знаю, но со скотом, как минимум, также было особое отношение. Так, всех мы с вами поубивали и давайте с вами посмотрим на события, которые происходили рядышком по времени. Интересует нас, помним, значит, описываемые события 13 века до нашей эры, а 12 век до нашей эры это так называемая катастрофа бронзового века. Вот, что это такое? Изменения в общественном укладе всех цивилизаций на тот момент существующих, практически все цивилизации, значит, утрачивают производство, культуру, забрасываются города, вот, теряется письменность и начинаются так называемые темные века, не те, которые средневековы, а вот более темные, более старые темные века. И по всему миру вообще, где ни плюнь, куда ни ткни. Вот, что дает нам возможность говорить о том, что описываемые события, совпавшие по времени, имеют по всей видимости также опричиненность взрыва вулкана. Потому что, если мы себе представим, что подобные катаклизмы происходили по всему миру, и у культуры не было еще возможности каким-то образом себя скоординировать, понять, что это лизергин или еще что-то в этом духе, и тут пепел падает, и темно, и все вокруг покраснело, то, значит, люди уходят из городов в поисках пищи, начинается интенсивное переселение народа, точно так же, как саранча ищет себе еду, все пытаются что-нибудь укусить, и это достаточно известная, как минимум, история древнего мира. На данный момент исследователи спорят, по какой причине это произошло, возможно, это внутренние события, еще что-то в этом духе, но одной из версий, это тоже последствия извержения вулкана. И есть непосредственно кандидат на это дело, это Минойское извержение, Минойскую цивилизацию она убила полностью, потому что они жили вот на этом острове, когда-то он был полный, а вот эта вот внутренняя часть она взяла и взорвалась. Вот, было очень крупное извержение, остров Тир вулкан Санторин и пепел этого вулкана находят в соответствующих слоях по всему земному шару. Вот, он на данный момент является кандидатом на все события, как казни египетских, так и, значит, непосредственно катастрофы Гронзового века. Но 12-13 век до новой эры это очень-очень тяжело, тяжело реконструировать, но у нас есть хороший пример чуть менее катастрофичного взрыва 1815 года, о котором есть запись очевидцев. Произошло это не где-нибудь, а в Индонезии. И, значит, на протяжении двух-трех дней даже в радиусе 600 километров от вулкана наблюдалась кромешная тьма и видно было солнце. Вот, в результате попадания пепла в воду большое количество людей и животных погибли от диареи и кожных нарывов, потому что, значит, достаточно кислотное пепел имеет нехарактерную для нас PH. Вот, упала температура на несколько лет непосредственно рядом с этой территорией, а в 16-м году, в 1816 году наблюдался год без лета так называемый. В Европе погиб практически весь урожай, морозы летом были в США, вот, в июне, июле выпадал снег, вот, и параллельно с этим то зерно, которое было все-таки собрано, да, оно было поражено чем? Рыньей, на чем мы, собственно, и строим эти, измышления. И следующие года, ввиду нарушения цепочек большого количества так называемой мертвых животных, вот, они охарактеризовались различными инфекциями, в том числе кишечными, которые затронули США, Индию, Азию, вот, и прочие регионы. Это такое вот в миниатюре демонстрационное событие, показывающее, что могло бы происходить в извержении Санторини. Далее, давайте посмотрим, где же у нас, собственно, это Индонезия, да, вот тут внизочку, а снег выпадал и в США, и в Европе, и везде, да, о возможностях непосредственно, непосредственно изменения климата и других различных событий, вот, и, да, стоит отметить, что Санторини к Египту значительно ближе, чем вот эта вся история. Так, на этом моменте мы с вами перейдем к вопросам и закину такую удочку на будущее, на тему того, что такое манна небесная. У исследователей также есть несколько версий, вот, о которых мы, возможно, с вами пообщаемся в будущий раз. Вопросы от педиатра мне очень нравятся. Прекрасно, прекрасно. Ну, тогда, если что, значит, мне можно писать, если вдруг вопросы у вас возникнут, да, видеозапись будет также выложена, вдруг у вас вопросы возникнут чуть позже, тогда, да, новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.